Здравствуйте! Мне интересно, вот как человек с двумя высшими образованиями может разглядеть на митинге, на котором присутствовал человек 300, ну 400, аж полторы тысячи участников. Причем сам же выкладывает при этом видео, на котором на перечет видно всю массовку, и очевидно, что перед трибуной собралось всего 3-4 сотни. Но при этом талдычить как раз про полторы тысячи. Это я, конечно же, про нашего Мишу Матвеева говорю. Вот он потребляет что-ли чего-то, а чего у него в глазах троится или четверится, или его настолько обиды переполняет, что люди перестают ходить на эти сборища, что просто вот нет у него сил признать очевидное. Но, собственно, речь сегодня не об этом. Я вот тем, кто еще относится серьезно к этому персонажу, хочу глаза открыть. Вы думаете, он за возврат льгот или пусть даже за отставку Меркушкину, что ли, там воюет? Это отправная точка. В развитии этого сценария просматриваются более масштабные вопросы. Вот мне кажется, что Матвеев готовит свою пасту для акций протеста уже против президента Путина во время будущей скорой президентской кампании. А Матвеев Путина давно не любит и не воспринимает как успешного президента. Матвеев считает, что Путин должен уйти, о чем он сам неоднократно и заявлял. Послушайте. Прямой вопрос. Вам Путин нравится? Я свое отношение к Путину определяю так. Определил давно. Примерно в 2007 году, когда у меня был период определенного выбора. Я тогда сделал такой вывод. Я не считаю Путина выдающимся историческим лидером. Тогда был такой термин. Лидер нации. Его лидер нации. Мне задали вопрос. Как вы считаете? Я сказал, что я не считаю его лидером нации, выдающимся человеком. Я считаю, что история дала ему определенный шанс, которым он воспользовался. Но что дальше будет, мы сказать не можем. И отработав свой исторический срок, Путин должен уйти. Вот ключевая фраза. Он отработал свой исторический срок? Я считаю, что да. После такого шикарного признания можно предположить, что Матвеев уже сейчас работает против Путина на местном ему доступном уровне? Можно. Могу также предположить, что он начинает готовить почву, формирует настроение для трансформации по осени повестки митингов уже в этом направлении. Вот не удивлюсь, если скоро там начнут как раз орать Путина в отставку. Может быть поэтому к матвейским тусам с таким удовольствием и примазываются, и пионовцы, и навольняты, и прочая либерата в перемешку с гражданами, подверженными сезонным обострением. Вот долой Путина, это же их повестка, их мечта, они над этим работают. Если можно будет эту же тему качать, но прячься за спинами пенсионеров, так это для них еще лучше. И картинка для западных СМИ шикарная, если под прикрытием якобы социальных требований, но вдруг все выйдет за рамки мирного протеста. Ну вот и получается, что поддавшись на матвейские призывы и идя на митинги по льготам, вы можете вдруг оказаться на митинге против Путина. Радует меня в этой истории одно, простые люди в такую политику, похоже, играть не хотят. Вот как правило, большинство же пенсионеров за Путина, они в нем видят защитника страны и ценят стабильность, которую он обеспечивает внутри нашего общества. Да, тяжело, да, много проблем, но люди хотят спокойствия и мира, особенно видят то, до чего докатились на Украине. Вот для таких людей, говорю, а Матвеев против Путина. Хотите ему в этом помогать? Давайте, но только потом не жалуйтесь, если станет еще хуже.